Главу у Кормиловского района отправили в отставку. За уход Леонида Матиенко проголосовали депутаты районного совета. Ранее с такой просьбой к народным избранникам обратился губернатор Виктор Назаров. Чиновник, возглавлявший Кормиловский район с 2013 года, уже получил от райсовета двойку за проделанную работу и не соблюдал федеральные законы. Елизавета Василевич продолжит. Не построил в Кормиловке ничего, кроме собственного коттеджа, так говорят о Леониде Матиенко депутаты. Работу главы признают неудовлетворительной второй год подряд. За отставку Матиенко проголосовали 11 членов райсовета. Это все, кто был на заседании. Программы по строительству, по газификации, к сожалению, ни в отчете главы мы не увидели этих цифр и не увидели их, фактически изучив этот вопрос самостоятельно. Если посмотреть даже бюджет района, то динамика, в общем-то, плачевная. И падает уровень собственных доходов, и падают те цифры, которые область районам передает в виде субсидий и субвенций. По исполнению бюджета, по статистике, представленной областью, Кормиловский район находится на 33 месте по итогам 2016 года из 33 возможных. Глава района не отстаивает интересы жителей в той части, что у нас уходят рабочие места, также уходят налогоплательщики. Впрочем, просто взять и уволить главу невозможно. Его выбрали жители района. И даже губернатор не имеет права снять с поста народно избранного чиновника. Хотя Виктор Назаров постоянно жаловался журналистам на то, что практически не видит Леонида Матиенко в правительстве. Я этого главу района больше года уже не видел. Я его видел только когда он избирался. Сейчас каждый глава старается приехать что-то выбить для района. А из этого района люди идут и говорят, смените его, пожалуйста. Он кладет район на пол. Не явился глава Кормиловского района и в этот раз. Он находится на больничном. Телефон отключен. В его доме тоже кажется пусто. По крайней мере, нашей съемочной группе никто не открыл. Зато на встречу с депутатами пришел его заместитель Евгений Маловичко, на которого, кстати, заведено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Он считает решение совета незаконным. Нельзя такие решения принимать в отсутствие человека. На самом деле сделано главой очень много. И достигнуты определенные успехи района, в частности в газификации. С марта 2013 года принимались попытки, как по удалению главы. Об этом свидетельствуют чрезмерные проверки, которые не прекращались ни один день. Возможно, что это действительно конфликт элит. Но жители Кормиловки тоже против своего главы. Да вообще не нравится. Ни дорог нету, ничего. Ни чистоты, ничего нет. Растут цены. Вода у нас техническая. Ничего не могут взамен предложить. Просто болото. Вот болото у нас в Кормиловке. И никому мы не нужны. Поэтому то, что там приняли это решение, я поддерживаю. Грязь. Зарплаты мизерные. Людям негде работать. Полностью полномочия Леонида Матиенко могли бы закончиться в марте 2018 года. Теперь его отправят в отставку 7 апреля 2017. Впрочем, у чиновника есть еще шанс остаться на посту. Оспорив решение, рейссовета в суде. Елизавета Василевич и Дмитрий Головко. Новости. Здесь Омск.